Вот хотим найти какое-нибудь письмо старое, вот нашли пляжку, может быть ложку какую-нибудь солдатскую найдем здесь положим. Первыми посетителями музея стали официальные лица. Председатель Новочебоксарского литературного объединения «Крылья» Элеонора Архонта не без гордости показывает гостям предметы, составившие основы экспозиции, передающие атмосферу писательского кабинета. Будто пару минут назад за этим столом творил поэт. Здесь чернила и перо, печатная машинка, кружка чая, лампа. Экспонаты собирались с мира по нитке. И, наконец, литературный музей, посвященный новочебоксарским писателям и поэтам, идея создания которого более 10 лет витала в воздухе, открыт. Не должна литература, рожденная в городе, умереть. Ни в коем случае. Вот эти люди заслужили, чтобы память о них жила. Александр Тимбай, Анатолий Эхра, Николай Симунов, Николай Вдарай, Ставский и многие другие, они вложили очень много в жизнь города. Поэтому ради того, чтобы сохранить вот эти материалы, которые в мизерном количестве остались еще у литераторов и родственников, надо скорее все это формировать в фонда музея. На открытии музея присутствовала творческая интеллигенция, руководители учреждений культуры города, школьники и студенты. Собравшимися была отмечена глубокая значимость и закономерность появления такого места, где может быть сосредоточена насыщенная культура прозы и поэзии новочебоксарских авторов. Нетленными остаются слова классика. Всем самым лучшим во мне я обязана книгам. И выражаю слова искренней признательности вам за ваш труд, за ваше творчество, которое, несомненно, делает нашу жизнь прекраснее и ярче. Желаю вам успехов, вдохновения в творчестве, в жизни и благодарных читателей. Удачи вам. Пожелтевшие от времени газетные вырезки словно проводники в прошлое. В 60-е в спутник на всесоюзную стройку съехались молодые романтики со всех уголков страны. Творческие люди, днем возводившие градообразующие предприятия, вечером пели песни под гитару и сочиняли стихи. В 1984 году в Новочебоксарске при газете «Путь к коммунизму» было создано Новочебоксарское литературное объединение «Крылья». На заседаниях молодые поэты и прозаики имели возможность читать свои произведения, получать советы и консультации. Во многом благодаря писателю Александру Шувалову литературная жизнь города стала более насыщенной и принесла свои плоды. Одним из приоритетных направлений создателей музея сегодня является сохранение литературного наследия писателей города для будущих поколений. Потихонечку собираем старые материалы с чердаков, из деревень, из кладовок, и вот получается какая-то интересная экспозиция. Вот на этом стенде у нас книги ушедших из жизни поэтов, а этот стенд представляет книги ныне здравствующих и творящих писателей. Открытие музея – это только начало большого пути. Здесь будут проводиться литературные вечера, персональные тематические книжные выставки, встречи, портреты и презентации новых книг и новых авторов. Его создатели надеются, что музей поможет в преумножении и продвижении литературного наследия писателей, связанных с нашим городом, а также в стимулировании и поддержке творческой активности молодых талантливых поэтов города. Дарья Спиридонова, Павел Андреев. Новости Новочебоксарска.